Продолжаем выпуск. В селе Курчун на востоке Казахстана на протяжении 10 месяцев простаивает новый бассейн стоимостью в полмиллиарда тенге. Причем здание официально ввели в эксплуатацию, но сразу после запуска вода в сооружении иссякла, как теперь и терпение жителей. С жалобой они обратились к нашим корреспондентам, тем более что для некоторых курчунцев занятия в бассейне жизненно необходимы. В нем должны проходить реабилитацию люди с ограниченными возможностями. В ситуации разбиралась Анна Иллисинбердина. Асиль Рамазанова – мама особенного ребенка. У ее сына ДЦП, судороги и занятия в бассейне облегчали состояние. Но в пандемию ездить на реабилитацию оказалось сложно. Там течение нижней есть в бассейне, то есть циркуляция происходит, а в ванной этой циркуляции не происходит. Поэтому ребенок не получает нужное вот это вот раздражение, мышечное раздражение. Поэтому Асиль с нетерпением ждала открытие бассейна, как и родители и еще около 10 детей инвалидов. К радости местных жителей спортивное сооружение в Курчуме достроили еще в прошлом году. Правда вот искупаться там не довелось пока никому. В прошлом году сдача была в декабре, до сих пор бассейн не работает. Снаружи красиво написано бассейн, снаружи, конечно, смотреть рад, а внутри нет ни капли воды. Более того, много недоделок. Некоторые из них уже исправили, но в целом качество все равно не внушает доверия, считают и члены Совета Аксакалов Курчума. Здание построено из блоков, а между ними прямо трещины были до двух сантиметров шириной. Хорошо сейчас их замазали, но и вентиляция плохо сделана, пахло плесенью внутри. Насос не работал, непонятно, как откачали воду. А для детей инвалидов условия не созданы вообще, возмущена Асиль Рамазанова. Нет ни бортиков, ни деления на взрослые и детские блоки. Даже пандус не отличается безопасностью. Впрочем, как и вся территория. Там установлены плиточные покров. Он не содержит антискользкого покрытия для детей. Он небезопасен как для здоровых, так и для больных детей. Но это уже упущение не строителей, а проектировщиков, отвечает в Акимате района. И уверяют, что не могли с подрядчиков требовать того, чего нет документации. Остальные недоделки они устранили. И здание по факту готово к работе. Но тогда почему оно простаивает уже 9 месяцев? Оказалось, дело в новых реформах. Спортивные клубы все переданы в управление спорта. И поэтому здания, сооружения тоже передаются туда, в управление спорта. Мы сейчас работаем с управлением спорта о передаче этого здания. Потому что мы не можем содержать специалистов. У нас нет законодательно их содержать. Вот и длится вся эта волокита с начала года. Запущенный бассейн стоит в запустении. И когда точно начнет работу, неизвестно. Ведь профильному управлению предстоит не только завершить передачу объекта, но и набрать сюда еще штат сотрудников. Анатолий Сенбердин, Жигер Бабаканов. Восточин-Казахстанская область. Хабар, 24.